Я понимаю, что прикольно Дадону сегодня взять, показал он там, какие у него беседки, теплицы, как он клюет молодые огурчики и так далее. Дадон, ты сегодня нам очень дорого обходишься. Я могу Дадон показывать и показывал всегда свои дома, огороды и так далее, потому что я это делал за свои деньги. А ты, Дадон, все это делаешь на народные деньги, на деньги тех, которые сегодня одни умирают с голоду, другие сидят, ждут зарплату для того, чтобы как-то закрыть кредиты. Сегодня, Дадон, на их спине ты показываешь про то, какой ты буржуй. Игорь Николаевич, Дадон, ты не думаешь, что через это люди подумают, Яков Итасов, Игорь, Дадон и Ом Господа. Игорь Николаевич, Дадон, он ел 100% кулек, который кроме своей хари, и слава богу, что у него нет еще второй сумки на животе, как у кенгуру, потому что он бы еще бы, он бы просто воровал в два раза больше. Да, был бы Дадон кенгуру, ему, может быть, было бы легче, потому что Плохотнюку не надо было давать ему тогда кулек, и просто Дадону бы закидывали за пазуху все то, что ему там в течение этих лет давали. Вы понимаете, когда сегодня тяжелейшая ситуация, когда я вижу, что люди, мелкий, средний, крупный бизнес, то есть люди сегодня не просто с трудом выживают, а люди сегодня находятся, многие на грани банкротства. Завтра, послезавтра ко всем начнут стучаться, еще ко многим начнут стучаться банки в дверь. Говорят, ребята, у них кредит, а вот Дадон сказал, правительство, Дадон говорит, это он так рассказывает, рассказывает для тех, кто либо ничего не понимает, либо организовывает, либо там организовывает какие-то поманы, правда он это будет делать в ближайшее время, он хочет там организовать какие-то поманы для того, чтобы, но он же понимает, что те, кто разбирается в том, что происходит в стране, за него больше никогда голосовать не будут. И за партию социалистов тоже.